Этот дом с зеленой крышей готов принять новых постояльцев. Мастерили всей семьей, рассказывает юный архитектор Иван Баранов. Дизайн автор продумал до мелочей. Зеленая крыша – это элемент маскировки. На фоне листьев скворечник не будет бросаться в глаза кошкам, а белый цвет отражает солнечные лучи. Иван знает, что важен не только внешний вид. Изнутри стены скворечника полировать нельзя, чтобы птенцы могли цепляться лапками за шершавую поверхность. Об основных требованиях к скворечнику Иван узнал в школе на уроках лесничества. Нам задали сделать скворечник правильно. Мы сделали скворечник за два дня. И у нас получился такой скворечник красивый. Мы очень хотели, чтобы там появились птички, завелись. 30 скворечников, изготовленных школьниками со всего региона, закрепили на деревьях в загородном парке. В установке детям помогали сотрудники самарского лесничества. Требований много. Скворечник должен висеть на юго-западной стороне дерева на высоте не менее 4,5 метров. Но главное правило – никаких гвоздей. Гвоздь проходит через король дерева, дерево потом повреждается. Нужно его закреплять или лентой специальной, или специальным креплением, которые идут вокруг дерева, обтяжку. И там его закреплять. Тогда дерево не пострадает и будет продолжать расти. Потому что дерево, оно как бы живой организм считается, и любое механическое повреждение для него, оно нежелательное. Воспитанию подрастающего поколения бережного отношения к природе, популяризация профессий в лесном хозяйстве и благоустройство территорий. В регионе на постоянной основе проходят экологические акции. Это большое дело. Мы и дальше будем продолжать заниматься в этом направлении. Также мы с детьми посещаем объекты лесного хозяйства, наши питомники, посадки леса. Это большой плюс в части воспитания. Ну а второе – это благоустройство общественных пространств и территорий. Когда мы развившим скворечники в местах массового пребывания людей, это способствует соответственно заселению парков, скверов пернатыми. По словам экспертов, если птица заселяется в скворечник, она и в дальнейшем будет сюда прилетать и в нем жить. Пока что в доме нет никого. Но совсем скоро свое новоселье отметят пернатые гости нашего города. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.